Приветствую всех зрителей канала правильный выбор. С каждым годом роботы-пылесосы становятся все популярнее, постоянно совершенствуются и становятся более доступными в плане стоимости. В этом видео я расскажу вам о пяти лучших роботах-пылесосах стоимостью до 10 тысяч рублей, которые хорошо справляются со сбором мусора. Ну а перед тем как я начну, хочу напомнить вам, что на канале правильный выбор регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных товаров для дома, которые могут быть интересны для вас и помогут определиться с покупкой. Поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе лучшей бытовой техники, умных устройств и других вещей, а также выгодных цен на них. Кстати, узнать точную стоимость всех роботов-пылесосов, о которых я расскажу в этом видео, можно будет на специализированных ресурсах, ссылки на которые вы найдете в описании. Итак, устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях, а я расскажу вам о лучших роботах-пылесосах стоимостью до 10 тысяч рублей. Поехали! Первый герой нашего топа Redmond RVR450. Этот недорогой робот-пылесос сможет не только собирать пыль и грязь, волосы и шерсть домашних животных, но и провести влажную уборку пола. Для этого достаточно будет прикрепить к нему специальную насадку из микрофибры. Дальше пылесос будет тщательно протирать пол, не оставляя разводов. Также стоит отметить, что благодаря установленному в нем фильтру, этот пылесос отлично очищает воздух от мельчайших частиц пыли. Для ориентирования в пространстве этот пылесос оснащен 14 датчиками, благодаря которым аккуратно объезжает мебель и бытовую технику, а также останавливается перед лестницами, чтобы избежать падений. Что касается функционала, то RVR450 поддерживает планирование уборки, так что для него можно будет установить график и робот будет автоматически включаться в заданные вами часы. Также стоит отметить, что движениями робота можно будет управлять дистанционно при помощи пульта или указав ему один из пяти режимов работы. Ну а что касается автономности RVR450, то полного заряда аккумулятора ему хватает на два часа непрерывной работы. За это время он успеет тщательно убрать несколько больших комнат, а когда аккумулятор начнет садиться, пылесос самостоятельно вернется на зарядную станцию. Следующий герой нашего топа Tefal RG6825WH. Это робот-пылесос, который проводит сухую уборку напольных покрытий и делает это очень тщательно, благодаря использованию вращающейся электрощетки, пары длинных боковых щеток и высокой мощности всасывания. Кроме того, в нем предусмотрено три режима работы, меняя которые пользователь сможет добиться более эффективной уборки мусора. Произвольный режим подойдет для комнат с большим количеством мебели. Также есть режим произвольный плюс, который делает больше движений и более тщательно убирает мусор, пыль волосы и шерсть домашних животных. А для уборки вдоль стен в этом пылесосе предусмотрен угловой режим. Управлять таким пылесосом очень удобно, благодаря пульту, который идет в комплекте. Он позволяет выбрать не только режим уборки и указать пылесосу направление движения, но и позволит настроить расписание уборки, чтобы робот-пылесос Tefal мог поддерживать частоту в доме, пока пользователи находятся на работе. Что касается системы навигации, то в этом роботе-пылесосе установлены инфракрасные сенсоры и датчики падения, благодаря которым он легко обходит все препятствия, избегает столкновения со стенами и падения с лестниц. А за автономность этого пылесоса отвечает аккумулятор, который обеспечивает ему до 2,5 часов непрерывной работы. Также стоит отметить, что на подзарядку пылесос уезжает самостоятельно, так что владельцам остается только настроить для него расписание уборки и дальше он будет действовать самостоятельно. Далее в нашем топе идет робот-пылесос Redmond RV R350. Благодаря двум режимам работы и боковым щеткам он отлично наводит сухую уборку по всей квартире, включая участки возле стен и в углах. А благодаря насадке для влажной уборки он еще и вымоет пол, не оставляя разводов. Высота этого робота-пылесоса всего 8 сантиметров, что позволяет ему ездить под мебелью и убирать там пыль, волосы и другой мелкий мусор. Из других достоинств этой модели стоит отметить низкий уровень шума, поэтому он подходит для вечерней уборки и не мешает ни вам, ни вашим соседям. Время работы пылесоса может достигать 80 минут от одной зарядки, что позволяет несколько раз убрать небольшую квартиру. А о том, что пылесос пора подзарядить, сообщит светодиодный индикатор на корпусе. Правда, стоит учесть, что заряжать этот пылесос приходится вручную, так как док-станции у него нет. Несмотря на это, Redmond RVR350 пользуется большой популярностью, так как обеспечивает качественную уборку различных напольных покрытий. Так что если вы хотите недорогой робот-пылесос и вас устроит, что подзаряжать его придется вручную, то стоит обратить внимание на эту модель. Ну а узнать точную стоимость этого пылесоса, а также других героев этого топа вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании под видео. Следующий герой нашего топа лучших роботов-пылесосов стоимостью до 10 тысяч рублей Ellari SmartBot SBT002A. Этот робот-пылесос для сухой и влажной уборки, который тщательно соберет все крошки, пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных. И сразу же протрет пол влажной тряпкой благодаря контейнеру 2 в 1 с отделениями для пыли и воды. В этом пылесосе есть три режима работы для разных задач. Есть автоматический режим, который поможет справиться с обыденной загрязненностью пола, режим уборка вдоль стен и режим точечной уборки, который поможет с тем, чтобы начисто убрать конкретную выбранную область. Для эффективной очистки пола пылесос имеет две вращающиеся щетки. Они позволяют выметать пыль даже из самых труднодоступных мест, а встроенные в пылесос датчики заблаговременно предупреждают его о приближающихся препятствиях, позволяя избегать столкновений с мебелью и падений с лестницы. Еще одна особенность этого робота-пылесоса им можно управлять не только через приложение и кнопок на корпусе, но и при помощи голоса. Так что владельцы умных колонок с Алисой от Яндекса смогут задать расписание и режим уборки этому пылесосу, не отвлекаясь от других дел. Из других особенностей Ellari SmartBot стоит отметить очень низкий уровень шума и наличие фильтра тонкой очистки, который задерживает даже самые мельчайшие частицы пыли, витающие в воздухе. Ну а что касается времени работы, то прибор может совершать уборку на протяжении почти двух часов. А когда уровень заряда аккумулятора иссякнет, он самостоятельно отправится на дозарядку. В общем, отличный робот-пылесос в пределах 10 тысяч рублей, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Завершает наш топ робот-пылесос для сухой уборки Philips FC8792 Smart Pro Easy. В первую очередь он примечателен своей компактностью и высотой менее 6 сантиметров, что позволяет ему с легкостью проезжать под диванами и кроватями для эффективной очистки пола под ними. Кроме того, он имеет длинные боковые щетки, которые соберут все волосы, пыль и другой мелкий мусор в труднодоступных местах вашей квартиры. Этот пылесос прекрасно ориентируется в пространстве, благодаря системе, состоящей из 23 датчиков и акселерометра, благодаря которым постоянно анализирует обстановку, останавливается перед препятствиями и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один из четырех режимов уборки, чтобы быстро и качественно очистить твердые напольные покрытия. Время его работы достигает 105 минут, что позволяет несколько раз тщательно пройтись по небольшой квартире. Из других особенностей этого робота-пылесоса стоит отметить фильтр, который удерживает более 99,5% мелкой пыли и фильтрует входящий воздух. Поэтому такой прибор будет отличным решением для семей с аллергиками. Ну а что касается управления, то оно осуществляется с кнопок на корпусе, а также пульта, на котором вы можете выбирать режим работы и составлять расписание уборки. Это был топ-5 лучших роботов-пылесосов до 10 тысяч рублей. Напомню, что узнать их точную стоимость вы можете на сайтах, ссылки на которые размещены в описании. Напишите в комментариях, какой из этих пылесосов вам понравился больше всего. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале правильный выбор.